Завещание в Древней Руси 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 То есть мы о чём говорим? О том, что завещание составляется гражданином лично. Это первое требование. Составляется лично, подписывается лично гражданином. Прежде чем подписать завещание, он должен его прочитать обязательно. Если, скажем так, гражданин в силу каких-либо возможностей не может прочитать, возможно, в силу заболевания, плохого зрения, то здесь обязательно читает завещание нотариус, о чём делается отметка в завещании. То есть обязательно из завещания мы с вами видим, сам ли бы прочитал гражданин завещание, я бы прочитал завещание ему нотариус. Если гражданин сам не может подписать завещание, опять же в силу болезни или каких-либо вещей, то необходимо присутствие рукоприкладчика. Также в законе по этому поводу есть требования, то есть кто не может быть рукоприкладчиком. То есть, например, нотариус, он не имеет права подписать завещание имени завещателя. Соответственно, те лица, которые являются заинтересованными, то есть в пользу которых составляется завещание, либо их близкие родственники, также не могут быть рукоприкладчиками. Поэтому вот есть перечень обязательных условий, которые необходимо выполнить при составлении завещания. Также при составлении завещания не могут присутствовать лица, которые заинтересованы в этом. То есть здесь присутствует обязательно кто, значит, нотариус, завещатель и, если это необходим, рукоприкладчик, либо есть такое понятие еще свидетель. То есть в некоторых случаях, допустим, гражданин сам заявляет желание, что он желает, чтобы при составлении завещания, при его удостоверении присутствовал свидетель. Тогда присутствует свидетель, об этом тоже указывается в завещании обязательно. Елена Николаевна, вот просто на эту тему как раз есть уже вопрос. Объясните, пожалуйста, обязательно ли нужно приводить с собой свидетелей? Прочитала в интернете, что нужны подписи свидетелей. Я бы хотела, чтобы мое завещание, мое окружение вообще не знало о завещании. Нет. Присутствие свидетеля обязательно только в тех случаях, которые указаны в законе. Это только в тех случаях, если завещание составляется не нотариусом, то есть удостоверяется не нотариусом, а, допустим, по месту нахождения больного. То есть больной находится на излечении, завещание удостоверяет главврач, либо завещание удостоверяет начальник какой-нибудь экспедиции где-нибудь на Крайнем Севере, либо это начальник места, где отбывает наказание. В данной ситуации необходимо действительно присутствие свидетеля. То есть если это завещание не нотариальное, то для того, чтобы составить завещание, необходимо присутствие свидетеля. И в данной ситуации завещание составляется и пишется собственноручно присутствие свидетеля. Вот здесь он обязателен. Если завещание нотариально удостоверяется, то здесь свидетель приглашается только по желанию завещателя. То есть если завещатель желает, чтобы присутствовал свидетель, тогда он приглашается. Если, скажем так, у него такого желания нет, человек сам может подписать завещание, то есть не нужен рукоприкладчик, тогда, соответственно, присутствует то нотариус и завещатель. — 202-11-22, это телефон прямого эфира. Сегодня на ваши вопросы отвечает Ирина Богатырева, нотариус, и мы говорим о завещании. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, задавайте свои вопросы. Хотела сразу прояснить по поводу того, что супруги не могут одно завещание от двоих написать. Вот живут, предположим, бабушка с дедушкой, есть у них дом, совместное имущество, совместно на АЖД. Бабушка пишет «завещаю дом дочке», дедушка пишет «завещаю сыну». И что они после этого будут делать? — Ну, здесь мы с вами что видим? Совместное имущество супругов. То есть независимо от того, на чье имя оформлено это имущество, на двоих, на кого-то одного, этот дом принадлежит им двоим. Соответственно, у них у каждого предполагается одна вторая доля имущества. И в случае открытия наследства доля умершего супруга будет, скажем так, уходить по наследству, доля живого имущества будет определяться. То есть в данной ситуации мы что имеем? Одна вторая остается у пережившего супруга, а одна вторая уходит у нас в состав наследства, наследуется тем человеком, кому было завещано. Но здесь необходимо на что обратить внимание. Я вначале стала говорить о свободе завещания, о том, что каждый гражданин волен завещать что угодно, кому угодно, в любых долях, но не остановилась на том, что есть одно ограничение. Это как раз право на обязательную долю. Законом предусмотрено право на обязательную долю. Ее имеют нетрудоспособные супруги, родители и дети. А дети любые? Трудоспособные? Нет, нетрудоспособные. Я обращаю внимание, конечно. То есть к ним кто относится? У нас несовершеннолетняя и инвалида. Поэтому в данной ситуации то, что вы, скажем так, нарисовали, если это пенсионеры, мы будем иметь что? Одна вторая осталась супругу, одна вторая по завещанию, но от этой доли по завещанию супруг, если он пожелает, он может выделить обязательную долю, которая ему положена, потому что он пенсионер. Вы сказали, что нотариус обязателен, но либо представитель власти, насколько я поняла, либо представитель консульства, представления завещания. Завещание, не представление, а вот кто может удостоверить завещание? Нотариус, должностное лицо органа местного самоправления, который, скажем так, уполномочен на это, и должностное лицо консульского учреждения. Да. Так вот, может ли нотариус выезжать, приехать на дом? Вообще такие случаи возможны? Какая ситуация? Нотариус выезжает на дом, да, к больным людям, которые сами не могут посетить нотариальную контору, то, естественно, по вызову нотариус приезжает к больному по месту, где он находится. То есть, если нотариус, допустим, работает в Самаре, то кто-то вокруг проживает, могут обратиться, скажем так, за тем, чтобы вызвать к больному нотариусу. Можно ли отменить завещание? И если вот сам завещатель решил это сделать, то должен ли он каким-то образом уведомить об этой отмене наследников? Завещание можно отменить, завещание можно изменить, можно написать как бы новое завещание. И, опять же, мы с вами говорили о том, что свобода завещания – это личное дело каждого гражданина. Соответственно, для того, чтобы написать и составить завещание, не требуется чего-либо согласия с советом родственников. В точности так же и для отмены завещания. Если человек решил отменить завещание, либо изменить его в какой-либо части, он принимает решение самостоятельно, и согласие, скажем так, наследников, его по закону или по завещанию здесь не требуется. Он сам принимает решение. И об этом извещать кого-либо ни нотариус не будет, ни, естественно, он сам. Если он захочет, то личное дело, он может известить наследников об изменении завещания. Но если он не захочет, то, естественно, никто об этом узнать не будет. – Скажите, пожалуйста, были ли в вашей практике ситуации, может быть, практики ваших коллег, когда наследники пытались выяснить у нотариусов, а есть ли завещание, а что в нем? – Вы знаете, такое, наверное, бывает, но здесь трудно, скажем так, какой-либо мусил в чьих-либо, скажем так, словах действий найти. Но такое бывает, когда обращаются, допустим, говорят, нам необходимо узнать, было ли завещание. Дело в том, что есть особый порядок, когда нотариус может предоставить информацию о завещании. Как я говорила, есть тайное завещание. То есть до тех пор, пока человек, скажем так, и жив, и здоров, то о том, что он написал завещание, скажем так, знает только нотариус, который его удостоверил в данное завещание. И только в случае открытия наследства наследники могут получить информацию о том, было ли завещание. То есть информацию нотариус может выдать только в том случае, если ему предъявят подлинное свидетельство о смерти гражданина. Только в такой ситуации нотариус проверит, есть ли завещание, было ли оно, и объявит об этом, скажем так. Ну, а вообще как происходит хранение завещания и его оглашению? Вот, например, наследники не подозревают, что завещание есть. А нотариус тоже, наверное, не обязательно должен узнать о смерти человека. Ну, давайте так вот по поводу оглашения, скажем так, у нас... Да, хранение оглашения. Завещание хранится в архиве нотариуса. То есть доступ в архив имеют только нотариусы, работники нотариальной конторы, которые при трудоустройстве подписывают, скажем так, документы о хранении тайны и прочее. Доступ в этот архив имеет только, как я сказала, нотариус, работники нотариальной конторы. И если необходимо, потому что когда происходит проверка деятельности нотариуса, тот член комиссии, который проверяет нотариуса. Поэтому данная ситуация, говорить о каком-то доступе извне, скажем, мы с вами не можем. Если открывается наследство, то в настоящее время стало намного проще определить, было ли завещание. Так как, допустим, как происходило ранее, чтобы узнать, было ли завещание у кого-либо, надо было либо обходить всех нотариусов, скажем так, с запросами, либо обращались запросы в нотариальную палату, и нотариальная палата запрашивала уже всех нотариусов. В настоящее время все это определяется намного легче. Есть единая инфляционная система нотариата. По этому представлению завещания нотариус вносит, скажем так, фамилию человека, который завещание совершил. То есть другой нотариус, он не видит текста завещания, он не видит, что там написано, но в базе данных, скажем так, есть информация о том, что данное завещание было, скажем так, совершено. Поэтому в настоящее время при открытии наследства всегда можно, скажем так, попросить нотариуса проверить, а был ли завещание. Но чаще всего нотариус сейчас сам проверяет уже, был ли завещание или не был. Если завещание было, то, соответственно, его тогда находят, у какого натальства оно хранится, и там дальше уже происходят действия, необходимые для оформления наследства. Наверное, бывает неожиданность для наследника? Ну, к сожалению, бывает все, да, бывает и неожиданность. И, как я уже обращала ваше внимание о том, что при составлении завещания гражданин никого не уведомляет, естественно, об этом. И, как вот вы зачитывали вопрос, что многие не хотят даже, чтобы знали, что было составлено завещание. И поэтому многие удивляются, когда им зачитывают завещание или говорят о том, что было составлено завещание. Как же так, нам ничего об этом не говорили. Ну, то есть об этом и не надо никому говорить, потому что это личное дело каждого человека. Вы сказали, что наследники не присутствуют при составлении завещания. Это нарушение. Но, тем не менее, наверное, в нашей жизни немало ситуаций, когда родственники каким-то образом давят на человека и, в общем-то, принуждают его пойти и написать завещание. Нотариус, наверное, же не может определить, вот, по собственной воле человек пришел или по какому-то принуждению? Ну, ведь дело в том, что нотариус находится наедине в данной ситуации с клиентом, с ним разговаривает. То есть сам ли он пришел. То есть, понимаете, в беседе всегда можно выяснить, каким образом человек пришел к такому мнению, что необходимо составить завещание. Сам ли, скажем так, он придумал, пришел и решил, либо там какое-то было давление извне, и из бесед, скажем так, это видно. Поэтому нотариус определяет здесь в беседе уже с человеком, что он хочет сделать. Хочет ли это он сам сделать, либо он не знает, что он хочет. Поэтому действительно бывают такие ситуации, когда гражданин потеряется, говорит, вы знаете, я не знаю, что от меня хотят родственники. То есть бывают такие ситуации. В такой ситуации нотариус отказывает совершенно. Говорит, идите подумайте, для себя решите сначала, каким образом вы хотите составить завещание. И только потом уже вы будете что-либо делать. Но это получается, что нотариусу необходимо обладать еще и психологическими навыками. Ну, в любом случае здесь, да, и такие навыки тоже необходимы. Но мы же определяем дееспособность. Как мы ее определяем? В беседе, в беседу с человеком. Соответственно, в беседу, скажем так, на различные темы, мы возвращаемся и к составлению завещания, и в данной ситуации определяем и желание человека в том числе. Ведь нотариальная деятельность, о чем говорят? То есть у нас должно быть при совершении нотариального действия совпадение, скажем так, действия и ворезвление человека. То есть именно действия его направлены на вставление завещания чего-либо другого. Поэтому здесь нотариус просто должен выяснить мнение человека и его, скажем так. То есть это обязательно фактически? Конечно, конечно. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 202-11-22. Что такое завещание, как его составить, кто может составить завещание, что в нем может быть прописано. Об этом мы говорим сегодня. Звоните к нам, если у вас есть вопросы по завещанию, задавайте, пожалуйста. Вопросы, кстати, есть, Ирина Николаевна. Давайте уже начнем понемногу отвечать. Может ли человек вступить и принять наследство, если завещание нигде в нотариальных журналах не зарегистрировано, а он наследник, и как доказать в судебном порядке это? Немного непонятный вопрос. Если наследство по завещанию, то это будет завещание. То есть завещания не было, насколько я понимаю? Тогда у нас возникает наследство по закону. По закону у нас есть определенный порядок, есть очереди наследования, первая, вторая и последующие. Поэтому если нет завещания, значит, наследует какой-либо из родственников, соответственно, какой-либо очереди. И доказывается его подтверждением каким-то образом, документально. То есть он, документально, должен подводить родство с этим наследодателем. И я еще про завещание, что, наверное, необходимо сказать, что завещание может составить, в принципе, любой гражданин, но дееспособный. То есть достигший, соответственно, определенного возраста дееспособный гражданин. То есть... В смысле? После какого возраста уже нельзя? Нет, я не сказала после. Я обратила ваше внимание, что полностью дееспособный. То есть достигший 18 лет гражданин. И далее... Без ограничений уже получается. Без ограничений, пока, естественно, человек не признает каким-либо недееспособным. Еще один вопрос. В мае 2012 года умерла моя бабушка по отцовской линии. Завещание не было составлено. Имущество – частный дом. Бабушкины близкие родственники умерли. Нотариус сказал, что наследниками должны стать теперь внуки. То есть мы с братом. Вопрос. Будет ли являться единственным наследником нашей мать, если мы с братом откажемся от наследства? Такая сложная... Нет, она не очень сложная. Это бабушка по отцовской линии. Правильно? Поэтому, если отца нет, он умер, то внуки, они являются наследниками по праву представления. То есть бессмысленно им отказываться от наследства? Они не могут. Если они откажутся, то их мама не будет наследницей. Мама никакого отношения, мама не имеет к этому наследства, так как она не является дочерью этой женщины. А сына нет, поэтому по праву представления призываются к наследованию внуки. Но получается, что если они желают, чтобы все-таки дом принадлежал матери, то им нужно вступить в наследство? Ну, а потом подарить маме они могут, конечно. Так, а что такое закрытое завещание? Закрытое завещание – это очень интересное завещание. Оно появилось, скажем так, ну, наверное, говорить не так давно уже тоже, это неактуально. В 2002 году у нас были внесены большие изменения в третью часть Гражданского кодекса, какая поменялась как раз именно норма о наследовании. И появилось новое совершенно завещание, оно так и называется, закрытое завещание. Но оно, скажем так, не очень востребовано, наверное, может быть, к сожалению, может быть, просто в силу каких-либо обстоятельств, не всем нужно, скажем так, это. Не каждый гражданин желает, скажем так, чтобы нотариус, либо работники нотариуса видели, что написано в завещании, либо какой перечень имущества, либо кто является наследником. Поэтому для этих целей, конечно, есть такое понятие, как закрытое завещание. Здесь тоже есть особенность. Закрытое завещание должно быть написано собственноручно гражданину. То есть вот именно в этом особенности, если это не будет соблюдена норма, то в дальнейшем это завещание просто будет признано недействительным. Поэтому гражданин, скажем так, сам пишет завещание собственноручно, упаковывает его в конверт и обращается к нотариусу с просьбой принять на хранение закрытое завещание. То есть нотариус, принимая закрытое завещание, он не видит, что написано в этом завещании, он только предупреждает гражданина о том, что есть такое понятие, как право на обязательную долю, спрашивает о том, ли было написано завещание собственноручно, так как в дальнейшем это может быть причиной для того, чтобы завещание было признано недействительным, и принимает конверт на хранение в присутствии двух свидетелей. Не вскрывает. Не вскрывает. То есть конверт нотариус не вскрывает, а он запечатывает этот конверт в другой, скажем так, конверт, в присутствии свидетелей. И свидетели, нотариус, все расписываются на этом конверте. Там указываются данные свидетелей, кто присутствует, то есть полностью паспортные данные, там домашний адрес и прочее. Нотариус выдает завещателю свидетельство о принятии на хранение закрытого завещания. Ну и хранится закрытое завещание в нотариальной конторе. При открытии наследства, там есть определенные сроки, нотариус приглашает наследников, ну когда к нему обращаются, он знает, что наследство, естественно, открылось, и оглашает закрытое завещание. По оглашению завещания составляется протокол, и в дальнейшем уже завещание хранится у нотариуса, которое было оглашено, а протокол является документом, подтверждающим то, что было написано в этом завещании. Такая процедура. Интересный документ завещания, сколько граней у него существует. Передает мне режиссер, что у нас какие-то проблемы со связью, дозванивайтесь, пожалуйста, я думаю, что все возможно, 202.11.22, есть еще немножечко времени. А мы продолжаем отвечать на вопросы. Вы несколько раз уже сказали про обязательную долю, и вопрос вот какой. Я слышала, что воля завещателя может быть ограничена только в области обязательной доли, или еще что-то может существовать? Нет, ограничение только именно право на обязательную долю. То есть воля завещателя ограничена только одним условием, это право на обязательную долю. Ирина Николаевна, а кто обеспечивает исполнение завещания? Нотариус и исполнитель завещания может быть такой. То есть есть такое понятие, как исполнитель завещания, душеприказчик, другими словами. То есть если гражданин, завещатель желает, то он может предусмотреть завещание исполнителя завещания. Это может быть любое, скажем так, лицо, которое он выберет, которое даст согласие быть исполнителем завещания. Такое согласие может быть выдано заранее при составлении завещания, либо в дальнейшем уже при открытии наследства. Когда необходимо, когда, наверное, желательно, чтобы был исполнитель завещания. Ведь речь может идти о различном имуществе. Есть имущество, которое требует управления. Имущества, допустим, может быть достаточно много. И для того, чтобы помочь наследникам, скажем так, разобраться в этом имуществе и оформить наследство, то завещатель может указать в завещание исполнительное завещание. То есть кто будет исполнять его завещание. Ирина Николаевна, очень много звонков поступает от зрителей. Давайте, может быть, сейчас как-то попробуем коротко отвечать, чтобы побольше успеть. Пять лет назад умерла тетя, у нее был вклад завещан, но банк отвечает, что вкладов три. Куда обращаться, как получить? Если наследственное дело уже, скажем так, заводилось ранее, то необходимо обратиться к нотариусу, где было дело заведено. Нотариус сделает запрос. Если, скажем так, было завещание на кого-то лично, тогда здесь возникает наследство не по завещанию на этот вклад, а вклады, которые не завещаны, они будут оформляться по закону. То есть необходимо обратиться к нотариусу, прежде всего, и сделать запрос. Что лучше составить, завещание или дарственное? Хочу завещать квартиру. Но здесь, видимо, о налогах речь, да? Здесь не только о налогах, здесь, если, скажем так, кратко говорим, то давайте говорить так. То есть по завещанию вы остаетесь владельцем до конца вашей дней, то есть написали завещание и вступаете в силу завещания только в случае открытия наследства. За этот период вы можете изменить завещание, отменить, какие у вас там могут быть обстоятельства. Вы можете этим имуществом распорядиться каким-либо образом. А если мы с вами говорим о дарении, то, подарив имущество, никакого отношения вы к нему уже не имеете. Хозяин становится тот человек, кому вы имущество подарили. Если, конечно, не будет оговорки о договоре дарения. Поэтому здесь необходимо принимать решение, наверное, тому, кто составляет документ. Что же ему сделать? Желает ли он быть хозяином до конца своих дней? Либо он хочет отдать собственность при жизни это имущество. Поэтому об этом решении принимает сам гражданин, естественно. А вот если завещание окажется все-таки несколько, какое из них будет считаться настоящим? Ну, если мы с вами говорим о том, что завещание может быть несколько, необходимо что отметить? Значит, каким образом завещание отменяется либо изменяется? То есть если завещание составлено, оно может быть отменено распоряжением об отмене завещания. Либо оно может быть отменено составлением нового завещания. Тогда новое завещание, естественно, отменяет ранее написанное. Но, опять же, если мы с вами говорим о том, что в этом завещании указано одно и то же имущество. Если мы с вами говорим о том, что завещание несколько, но оно на различные виды имущества, то они действительно все. То есть у вас составлено завещание отдельно на квартиру, отдельно на жилой дом с землей. Соответственно, каждое это завещание, оно действительно. Но если гражданин составил завещание, допустим, на квартиру сначала одно, потом на этот же предмет, либо второе завещание и последующее, то действительно будет, естественно, последнее завещание, которое написано и удостоверено нотариально. Еще один вопрос. Я ухаживаю за больным отцом. Старший брат сказал, если тебе нужна его квартира, ухаживай сам и меня не трогай, если надо, подпишу все бумаги. А в нотариальной конторе сказали, что невозможно заранее отказаться от наследства и что после смерти отца он сможет подать требование, ну, брат, видимо, на половину квартиры. Как поступить в эту ситуацию? Ну, какое может быть отказаться от наследства, если наследство возникает в случае его открытия. То есть пока жив человек, мы говорим только о чем? О наследственном имуществе можем говорить. А состава наследства еще нет, потому что человек жив и здоров. Естественно, когда открывается наследство, тогда речь идет о том, что кто-то принимает наследство, а кто-то отказывается. Поэтому заранее, действительно, отказаться от наследства нельзя. Потерялось нотариальное заверенное завещание аж от 1974 года. Существует ли единый архив, в котором я могу найти данный документ? Да, необходимо обратиться в нотариальную контору, предъявить свидетельство о смерти. Нотариус сделает запрос в хранилище нотариальной палаты и выдает дубликат этого завещания. Собственно, все просто. Ну и есть, конечно, еще вопрос, с чего начать оформление наследства. Ну, у нас уже прям совсем чуть-чуть. Первое, только вот первый шаг. Необходимо обратиться в нотариальную контору. Вот. И дальше все объяснят. Куда идти, зачем и что принести. И что делать. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Мы были на территории права. Не мучайтесь сомнениями. Приходите сюда каждый последний понедельник месяца. И вы получите ответы на свои вопросы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»